Продолжение следует... ...систем по типу XP, это может быть несправедливо. Но с другой, ничто не длится вечность. Но один энтузиаст, видимо, так не считает. В этом видео мы рассмотрим такую интересную, на мой взгляд, вещь, как Ван Курапи. Пошагово установим это в систему и посмотрим на её работу. Перед тем, как устанавливать это, всё-таки нужно рассказать о том, а что это вообще такое. О том, что такое Ван Курапи, я слегка затрагивал в одном из последних роликов на своём канале. Ван Курапи — это слой совместимости с открытым исходным кодом для Windows XP и сервер 2003, который позволяет запускать на этих системах программы для более поздних ОС. Последние версии Ван Курапи поддерживают выставление совместимости аж до Windows 11. По сути, это сборка DLL-файлов, где содержатся патчи и необходимые точки входа, которые используются современными программами в современных версиях Windows. Ван Курапи создан на основе исходников Vine и React OS, но его разработкой занимается совсем другая команда, и поэтому проект спокойно распространяется на гитхаб и доступен для скачивания каждому заинтересованному в этом человеку. Ван Курапи можно установить как и на Windows XP x86, так и на Windows XP x64. А если вам этого мало, то можно установить и на Windows Server 2004. Мы будем проверять это всё на Windows XP x86, но на английской версии, потому что, во-первых, исходный язык DLL-файлов английский, и при установке на какую-либо другую языковую версию некоторые места в системе могут перемешаться в плане языка. Во-вторых, это будет забавно, но за полтора года я привык к английской Windows, потому что она установлена на моём основном ПК. Окей, отвлеклись от темы. Так вот, скачали мы всё это, и перед нами куча экзе-файлов. И что с ними делать? Нужно их установить в вот такой последовательности. AppCompat, Base, Additional DLLs, ApiSet, D3D Runtime и Driver API Update. Установщики напоминают какую-то ручную установку обновления из Windows Update. Когда после установки какого-либо пакета вас попросят перезагрузиться, не делайте этого ни в коем случае, всегда отмечайте галочку «Don't not restart» или же «Не перезагружать». Вот когда вы всё установите до конца, тогда и перезагружайте систему. И после перезапуска во вкладке «Совместимость» в списке предлагаемых систем происходит пополнение, вплоть до Windows 11. Но у меня почему-то только до Windows 10, хотя за кадром был пункт с Windows 11. Странно. Ну, в Ancora.py мы поставили, теперь можно приступать и к тестированию программ. В гитхаб-репозитории в Ancora.py там описан список приложений, которые точно заработают. Но среди этого списка я решил взять не только те программы, которые имеются в списке, но и те, которых там нет. Первым по списку у нас пойдёт PlayerAimp. Программа для своей работы требует минимум Windows 7. Поддержка Windows XP была отброшена самим разработчиком в 2021 году. На XP установщик программы работал, но при запуске приложения после установки возникала ошибка и AIMP отказывался запускаться. Но не с OneCore API. Здесь плеер прекрасно работает, отлично проигрывает нужную нам музыку, как будто он и не прекращал поддержку вовсе. Далее по списку идёт программа Audacity. Последняя версия Audacity, которая официально и 100% работает на Windows XP, была 2.0.6, которая вышла аж в сентябре 2014 года. Далее уже выходили версии, которые были предназначены для Vista и выше. Но сейчас оно требует как минимум Windows 7. Но в XP оно как минимум запускается, но практической пользы по сравнению с тем же AIMP на данной системе попросту не имеет. Программа так-то запускается, но возникает ошибка с парсингом аудиоустройства в системе и... по сути всё. Ни звук записать, ни какой-либо тон через её средства сделать. Следующей программой для тестирования будет FileZilla. Простенький FTP-клиент. Во время начала установки программы нам сообщают о том, что программа корректно работает только на Windows 7 и выше. Мы ставим совместимость с Windows 7 и... всё прекрасно работает. Ну почти. Настало время для какого-нибудь офисного пакета. Лично мне больше нравится LibreOffice. Последняя версия для Windows XP вышла в 2017 году. А если установить самую последнюю версию, то ничего не получится. Программа установки будет настойчиво сообщать о том, что ему нужна минимально Windows 7. Но почему бы не применить те же самые настройки совместимости, которые мы поменяли ранее? Дело в том, что на пакеты для Windows Installer не распространяются какие-либо настройки совместимости. Их даже в свойствах не найти. Но можно же воспользоваться портативной версией LibreOffice. Ну и тут не прокатит. Экзефайлы пакета при запуске сразу же вылетают. А если запустить экзефайл LibreOffice Writer из-под его каталога, то нам сразу же сыпят ошибку об отсутствии необходимой точки входа. Ну, как видно, в Ancora.py не всё пока может запускать. Поэтому можно пока обойтись в Microsoft Office 2010 или же OpenOffice. Ну а мы идём дальше. Стандартные игры из Windows 7 идут вообще без каких-либо проблем. Начиная от Маджонга и Сапёра, заканчивая шахматами и Первел Плейсом. Даже рендер очень плавный. Кроме этого, разработчик Ancora.py в GitHub заявлял, что игры, которые могут использовать DirectX 11 в большинстве своём могут запускаться на XP. Но я это не проверю, так как я вообще не любитель гейминга. Уж так исторически сложилось. А что в плане видео? VLC? Он поддерживает Windows XP до сих пор. Media Player Classic Home Cinema? Программа заброшена самим разработчиком, но она спокойно идёт под XP. Но может попробовать что-либо современное или необычное? Например, MPV. MPV – это кроссплатформенный медиаплеер с открытым исходным кодом. Плеер имеет гибкий функционал и две версии в комплекте. С интерфейсом и в виде приложения для командной строки. MPV есть как и под Windows, начиная с Windows 7, так и под Linux дистрибутивы. В Windows XP MPV у меня работает с переменным успехом. И то, я это говорю с натяжкой. Потому что, во-первых, во время открытия программы она сразу зависает и вылетает. Во-вторых, музыку она проигивает без проблем. Но тут иногда может случиться такой прикол. И в-третьих, видео он совсем не показывает. Прям полностью. Либо приколы самой программы, либо приколы видеодаптера виртуальной машины, который не умеет в Direct3D. Geekbench 4.4. Эта программа работает только с Windows 7 и выше. На Windows XP она при запуске ругнется на отсутствие нужной точки входа, но все же программа запускается, бенчмарк проводится, но вот результаты не отправляются. И кажется, я догадываюсь, почему так происходит, но скажу это слегка позднее. Да и вообще не понимаю, кто будет тестировать компьютер с Windows XP в Geekbench. Именно современный компьютер. Да и вообще, кто будет тестировать виртуальную машину? А что в плане браузеров? Пожалуйста, хромим сотой версии. Запускается и почти справно открывает странички. Почему почти? Дело в том, что в Windows XP имеются некоторые корневые сертификаты, которые в наше время уже устарели. Банально истёк их срок действия, и соответственно система начинает не доверять сайту из-за якобы странного сертификата. Но это исправляется добавлением нового сертификата в систему. Вернёмся к тестированию. Как я уже сказал, сайты кое-как, но открываются. YouTube открывает, какие-либо видео воспроизводит. В принципе, жить можно. А вот Telegram как-то не бодро работает. Опять старый сертификат и привет передаёт. На этом можно и закончить тестирование. Какие же есть нюансы всего этого? Первый нюанс, как уже могло быть понятной с тестирования, заключается в том, что не все программы будут работать даже с этим патчем. Это, к сожалению, абсолютно нормальное явление. Все программы используют абсолютно разные DLL-файлы или системные вызовы, которые с патчем могут не поставляться. Разработчик мог просто этого не реализовать. И как раз-таки на странице проектов GitHub описан список софта и их версии, которые будут работать с вероятностью в 100%. Второй нюанс в корректности установки. Если вы умудритесь неправильно установить в Ancora.py, то система может банально не загрузиться. Что я могу сказать в итоге? Как минимум, это интересная попытка поддержать новым софтом старую и популярную ранее систему. Все-таки, несмотря на давно завершившийся срок поддержки, люди все равно любят эту систему, и в Ancora.py пытается принести в систему свежие программы игры, если у пользователя нет никакой возможности обновиться или ему просто нравится Windows XP. А какой от этого практически смысл решать уже вам? А на этом все. Ставь лайк, если тебе понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать много интересного. Все ссылки на социальные сети и название музыкальных композиций указаны в описании. Спасибо за просмотр и до новых встреч!